напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали в каком году прошел самый первый бессмертный полк а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео считается что первая акция бессмертный полк прошла в 2011 году как идея томских журналистов на самом деле самое первое в мире шествия бессмертного полка состоялась в 1981 году в поселке тацинской ростовской области матери и вдовы погибших красноармейцев пронесли по улицам их портреты что это за электрический прибор советских времен это бытовая электромороженица в емкость нужно было поместить ингредиенты согласно рецепту из инструкции и включить устройство в розетку мороженица сама перемешивала продукты и превращала их в освежающий десерт такое устройство стоило 20 рублей как назывались такие советские сапожки в 50-х годах у советских женщин в почете были так называемые румынки изящные кожаные ботиночки на завязках или пуговицах их производили на фабриках ссср из натуральных материалов как называлась советская программа по строительству стратегических подводных лодок в ответ на строительство американцами подводных крейсеров типа агайо в ссср был развернут проект акула в его рамках была построена самая большая как в ссср так и в мире подводная лодка тайфун всего планировалось построить 12 подводных лодок но после окончания строительства шестого судна проект был свернут по экономическим и политическим причинам для чего предназначалась это электрическое устройство советских времен это электроприбор для склеивания полиэтиленовой пленки выпускавшийся ленинградским заводом красная заря в конце восьмидесятых большой популярностью прибор не пользовался так как люди предпочитали склеивать пленку утюгом или паяльником кто был единственным советским нобелевским лауреатом по химии единственным из советских ученых кто удостоился нобелевской премии по химии был николай семенов награда была ему присуждена в 1956 году за исследование в области механизма химических реакций в каком году советские зрители увидели сериал богатые тоже плачут советские граждане увидели мексиканский сериал богатые тоже плачут в ноябре 1991 года незадолго до распада страны время было неспокойное поэтому руководство центрального телевидения решила прекратить показ после пробных восьми серий но в редакцию пришло столько гневных писем от телезрителей что сериал пришлось вернуть на экраны как называлась операция по воду советских войск в чехословакию в 1968 ввод войск варшавского договора в чехословакию начался 21 августа 1968 года советское руководство опасалось что проведение чехословакскими коммунистами независимой от москвы внутренней политики приведет к расколу восточноевропейского блока поэтому весной 1968 года объединенным командованием варшавского договора совместно с генеральным штабом вооруженных сил ссср была разработана операция под кодовым названием дунай как называлась эта советская игрушка это игрушечный пистолет полет за 1 рубль 15 копеек при нажатии на курок запускалась вертушка которая нередко поражала люстры вазы и прочие хрупкие предметы в квартире да и сама вертушка ломалась достаточно быстро но сам пистолетик был сделан достаточно добротно для кого изначально предназначались советские валютные магазины березка впервые валютные магазины березка появились в 1961 году изначально они создавались для иностранцев а потому размещались там где чаще всего бывали туристы аэропорты гостиницы и так далее а выбор названия был обусловлен тем что именно береза является одним из главных символов ссср в представлении иностранцев какая страна производила кроссовки фирмы ботас популярные в ссср ботас это чехословатская фирма которая одной из первых начала поставлять кроссовки на территорию ссср достать их было очень сложно но счастливые обладатели отмечали что чехословатские кроссовки несоизмеримо удобнее да и эстетичнее советских кет помимо кроссовок под маркой ботас выпускались коньки и лыжи что придумала нина соколова для спасения блокадного ленинграда во время войны когда на единственной трассе жизни стояло много бензовозов которые мешали проезду грузовиков с хлебом в ленинград водолазь не на соколова предложила проложить по дну ладожского озера подводный бензопровод благодаря которому удалось разгрузить трассу на протяжении 27 дней на соколова погружалась в ледяную воду чтобы участвовать в реализации своего проекта что это за советское изобретение а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это кварцевая лампа которая активно применялась не только в медицинских и детских учреждениях но также в домашних условиях ее использовали для дезинфекции помещения лечение простудных заболеваний профилактики рахита у детей урал тоника арт аккорд аэлита какие музыкальные инструменты выпускались под таким названием это название электро гитар это один из немногих музыкальных инструментов которые не выпускались в ссср до 1967 года советские конструкторы решили исправить это упущение первая отечественная электро гитара тоника была создана на основе японской ямахи в магазинах гитара появилась в 1967 году и продавалась за 180 рублей кстати можно заметить что трубадур из бременских музыкантов играет на тонике что это за чудо техники советских изобретателей это радиола рассвет выпускавшийся на муромском заводе рип радиола состоит из семилампового приемника и универсального электропроигрывателя но особенностью радиолы было наличие часового механизма благодаря которому приемник автоматически включался в заданное время товары из какой страны продавались в советском магазине власта в столицах союзных республик было много магазинов с товарами из дружественный стран так в магазине власта продавались товары из чехословакии там можно было купить люстры хрустальные вазы а самое главное бижутерию фирмы яблоникс которая ценилась не меньше ювелирных украшений в честь какой реки называлась эта советская электросковорода с середины 70-х в ссср начали выпускать алюминиевую электрическую сковороду волга предназначенную для приготовления и разогрева пищи в инструкции было указано время необходимое для приготовления различных видов блюд сколько стоил такой набор для юных рукодельниц сделай сам в ссср были очень популярны куколки-галыши девочки любили шить для них одежду для юных рукодельниц в магазинах продавались наборы сделай сам по одному рублю 45 копеек с отрезками ткани для пошива кукольных ползунков и распашонок также в продаже было множество других наборов сделай сам собирание танков пошив народных и сказочных костюмов и игрушек ради любительские наборы и другое в каком году отличников в школах начали награждать золотыми медалями в первые золотые медали были введены в советских школах в 1945 учебном году постановлением совнаркома ссср в этом же году были введены выпускные экзамены золотой медалью награждались ученики получившие пять по всем основным предметам средней школы и демонстрировавшие примерное поведение если в аттестате были четверки то ученик награждался серебряной медалью такие награды давали право на внеочередное поступление в вузы а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего предназначен этот советский прибор в данном коротком ролике музыка 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 Напишите в комментариях ваш вариант ответа, для чего предназначен этот советский прибор. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.